Следующий врач, который продолжил основные моменты Шрот-терапии, это был Ханс Рудольф Вайс, это уже внук Катарина Шрот, он изменил немного программу Катарина Шрот, сделал ее более доступной для большинства пациентов. Он в этой гимнастике увеличил воздействие, увеличил коррекцию на сагитальный профиль. Он упростил упражнения, он сделал гимнастику более функциональной при соблюдении всех принципов Шрот-терапии. В 2010 году мы прошли обучение у доктора Вайса в Германии, получили сертификаты на право применения этой гимнастики в лечении сколиоза и активно применяем ее с 2010 года в основательном центре Огонек в Санкт-Петербурге. И за это время уже более 500 человек проведена эта гимнастика. В 2012 году мы решили провести исследование на нашей базе и захотели оценить, так ли влияет гимнастика Шрот-терапия Бест-Праксис в комплексном лечении диапатического сколиоза. Мы выбрали две группы – лечебная и контрольная. Мы провели комплексное лечение. В течение шести недель лечились у нас пациенты. И в лечебной группе просто добавили на час в день программу Бест-Практикс доктора Вайса по Шрот-терапии. Мы оценили эффективность компьютерной оптической топографии, электромиографии поверхностных мышц и стабилометрии. И получили вот такую эффективность. Оказывается, час в день гимнастики достаточно, чтобы в два раза увеличить эффективность комплексного лечения. Это первичные наши результаты. За шесть недель в среднем было 29 процедур. Эти данные мы опубликовали в Познании, когда там был 9-й конгресс исследования деформации позвоночника. Они там доложены и приняты во внимание. Итак, программа упражнений Бест-Практик по методике Катарина Шрот и доктора Вайса. Она проводится без корсета, ежедневно, в среднем полтора часа в день, если пациент находится без корсета. Если же пациент в корсете, если пациент в корсете, ему достаточно полтора часа в день. Если же пациент без корсета, время проведения этой гимнастики может увеличиваться. Каждому индивидуально. Обязательно проведение индивидуальным способом или малогрупповым, если уже докоплен большой опыт инструктора. Минимальный возраст, который мы берем детей, это 6 лет с сохраненным интеллектом. Обязательно мы учитываем фазы лечения сколиоза. Мы смотрим, как к нам пришел пациент в корсете или без корсета. Нам нужно подготовить его к корсетированию или нам нужно его подготовить к хирургической операции, или пациент уже после операции, или уже он подходит к тому, что нужно отменить корсет. Каждому акцент этой гимнастики будет свой. Итак, что же мы делаем перед началом этой гимнастики? Мы, конечно, осматриваем, определяем подвижность позвоночника, грудной клетки, инструментальное обследование проводим. И, конечно, врач должен определить тип сколиоза, по какому заниматься при этой гимнастике. Из чего состоит гимнастика? Из нескольких пунктов. Первый – это программа коррекции сагитального профиля. Мы обязательно обучаем пациента правильной постановке тела в сагитальной плоскости. Таза и тело именно сагитального профиля. Дальше мы обучаем нашего пациента уже 3D-коррекции тела. Каждый участок тела должен быть откоррегирован от один относительно другого. Дальше очень важный этап – это постуральная коррекция повседневной деятельности. Наши пациенты должны понимать, какую позу они могут принять в течение дня, в течение своей жизнедеятельности, а какая поза для него противопоказана. И также здесь есть большая программа стабилизационных упражнений. Оборудование минимальное. Это шведская стенка, фитбол и зеркала. Еще раз напомню, нормальный сагитальный профиль в норме, наклон таза. Все эти данные есть вершины лордоза, кифоза. И что мы видим у наших пациентов, когда к нам приходят уже с сагитальным профилем при сколиозе? Мы видим в грудном отделе лордоз, в поясничном отделе кифоз. За эталон физиологического профиля, к сожалению, сейчас очень мало нормальных физиологических профилей, и вот приняты нубийцы, это коренные жители Северной Африки. Для них соблюдение физиологических изгибов – это необходимость их активной жизнедеятельности. Итак, программа коррекции сагитального профиля. Что наша цель? Обязательно восстановить поясничный лордоз на уровне том, где он и должен быть. Мы не имеем права усугублять и так уменьшенный кифоз грудного отдела или не усугублять уже лордоз в грудном отделе. Это противопоказано. Необходимо производить коррекцию сагитального профиля. Еще вот в этой методике есть упражнение, я покажу на мастер-классе, которое сохраняет восстановить или сохранить подвижность поясничного отдела позвоночника, то есть сохранить функцию. Вот наши пациентки на одном слайде. Походку не показать, покажу в мастер-классе. Есть специальная походка, кошачья походка. И вот позиция нуба, которую принимают девушки во всех положениях при нашей гимнастике. Мы обучаем их сидеть в позиции нуба, применяем и рекомендуем для этого специальное оборудование, специальные стулья. Они доступны, они могут совершенно спокойно их приобретать и использовать в течение дня. И мы обязательно следим, чтобы во время выполнения гимнастики именно соблюдался вот этот вот физиологический, мы стремимся к этому физиологическому профилю, если это возможно. Если позвоночник очень ригидный, а с большим степенем дети очень ригидны, и они карситируются, то мы совершенно нормально увеличиваем подвижность позвоночника, чтобы пациенту вообще была возможность принять физиологический сагитальный баланс. Следующая программа. Когда пациент обучен уже физиологическому профилю, когда ему возможно это уже показать нам, мы начинаем коррекцию всего тела в трех плоскостях. А коррекция – это зеркальное отображение деформации. Мы учим их поэтапно смещать участки тела один относительно другого, латерально и горизонтально, вплоть до гиперкоррекции. И если позвоночник мобильный позволяет это сделать, это происходит моментально на ваших глазах. Если же он ригидный, мы добиваемся этого постепенно, может быть, через месяц, через два, через три, через четыре процедуру. Все индивидуально. И когда девочки видят это все в зеркалах, вот здесь представлена 3D-коррекция сидя и стоя, у них возникает мотивация заниматься этой гимнастикой. Они видят, насколько они корригируют свое положение. Это видно, мы по остистым отросткам делаем метки маркером. И во время гимнастики они окружены зеркалами, и они видят, насколько они могут изменить свое положение позвоночника и всего тела. Обязательно принимаем доротационное асимметричное дыхание. Это основа шроттерапии. В коррекционной позе пациенты, напрягая выпуклые участки грудной клетки, вдыхаемый воздух направляют к вогнутым участкам и разворачивают грудную клетку в другом, противоположно от патологического направления. Они это могут добиваться не все сразу, к 10-му дню, к 14-му, но у них получается вдохнуть именно там, где в корсетах созданы условия для этого. А когда пациента мы готовим уже к корсетированию, то мы не находим нарушения дыхательной функции. Они готовы уже принять корсет и изменить стереотип дыхания. Пастуральная коррекция повседневной деятельности. Очень важный этап. Я им говорю, вы можете не заниматься или прекрасно заниматься у меня, а пойти и целый день сидеть или стоять, или ходить в патологическом стереотипе, ничего не даст моя лечебная гимнастика. Ничего. То есть они должны в течение дня избегать сколиотических положений. Они должны изменить пастуральный стереотип, изменить походку. Есть специальная ходьба, она называется 3D-ходьба, которую мы обучаем пациентов и хотим, чтобы она стала уже привычкой их. Мы изменяем их в пастуральное положение тела. Они отдыхают у нас в коррекциях, стоят в коррекциях. То есть для них это должно стать нормой, а не патологическое положение при сколиозе. Стрелками показано, как она смещает участки тела в нужную позицию, в противную от патологического, в противоположную. Вот пастуральная повседневная коррекция. Пациентка слева, слева от вас справа, сидит в патологической позе. В центре, посмотрите, она села. Ничего труда и не составляет это сесть в другую позицию, в коррекционную. Я говорю пациентам и родителям, вы не должны говорить сеть прямо, вы должны говорить сядь в коррекцию. И они это понимают. Сначала говорят, а нам всегда рисовать этих позвоночников? И тоже карандашом? Я говорю, можете не рисовать. Вы должны это запомнить. И взять в привычку. И вот 3D-ходьба, но только так пришлось показать. Покажу на мастер-классе. Следующая это программа стабилизационных упражнений. Вот когда пациента уже, он видит, что он изменил свое положение, он смог сместить участки тела относительно друг друга в трех плоскостях, мы начинаем программу стабилизационных упражнений. Это не силовые упражнения, это изометрические, постуральные упражнения. Это упражнение, это меняется положение тела. То есть на... Вот эти вот упражнения, да? То есть они сами уже, вот эти позы, являются корригирующими. На картинках девушки с сколиозами третьей степени до 45 градусов. Но они видят, что они могут изменить свое тело. Это уже в фазе совершения дыхания. Вы видите, западения нету. Они уже совершили вдох, развернули грудную клетку и теперь стабилизируют это, напрягая мышцы вот в таком измененном постуральном стереотипе. Вот еще упражнения стабилизационные, да? Они все выполняются сидя или стоя. Это обязательное условие. Потому что лежа мы не можем постуральные мышцы никак напрягать и как-то их активизировать. Только стоя или сидя и понимая коррекционные позиции. Это, девушки, у меня уже... Это фаза, когда мы отменяем корсет и мы уже должны застабилизировать это корригирующее положение, чтобы именно тело не принимало патологических поз. То есть очень важный этап, когда идет отмена корсета. Наши пациенты боятся их снять. Они говорят, как же я опять уйду в ту позицию? Но она может держать тело. И насколько она может, это ее работа, ее заслуга. Это только картинка, как в такими же условиями, только постоянное, длительное корригирующее воздействие корсета. И мы провели динамическое наблюдение наших детей с 10-го года по 13-е. Мы взяли выборку. 91 был, 91 пациент. Это были девочки с высоким риском прогрессирования. Если бы они не лечились, 60% у них был риск, что они спрогрессируют, ну, примерно, что они спрогрессируют и дадут нам клинику вот этой сколиотической болезни. И когда мы проанализировали результаты, мы получили 4 варианта результата. То есть 40 человек, 44% мы получили регресс, деформация. В 42% это остановка, прогрессирование. И в 5% мы получили бурное прогрессирование. Почему же такие результаты мы получили? Мы потом стали оценивать и смотреть. Так вот, в первой группе это были девочки с 8 до 12 лет. У них угол КОБа был 20 градусов, до 30. Они носили корсеты, да. Коррекция в корсете немаловажный компонент. У них был более 40% коррекции в корсете. Они получали, носили корсет адекватно, получали гимнастику и 2 раза в год были у нас в центре. И самый плохой результат мы получили, бурное прогрессирование у детей, которые сами отказались от лечения и корсета. Это результат комплексного лечения. Они еще не сняли корсеты. Мы еще держим их в корсете. Продолжаем заниматься. Да, коррекция. Промежуточные результаты. Итак, вывод. По нашим данным, конечно же, лучшие результаты мы получим, если мы будем применять раннюю диагностику. И при сколиотической деформации больше 20 градусов по кобу у пациентов с высоким риском прогрессирования раннее комплексное лечение вот с применением гимнастики Шрот и корсета в Шино позволяет значительно снизить темпы прогрессирования заболевания и добиться очевидной коррекции деформации. Еще раз хочу сказать, что сагитальный дисбаланс это наиболее сложный для коррекции компонент сколиотической деформации. Сложно с ним бороться, потому что он самый первый. Он уже начался 6-7 лет. Там уже есть клиновидность только дорзальной витральной плоскости, а не латеральной. И очень сложно с ним бороться, а он впоследствии вызывает серьезные проблемы у наших пациентов. Это боль, это нарушение функции позвоночника. Ротационный компонент сколиотической деформации он более ригидный. И вот боковая деформация в нашей гимнастике и при нашем лечении комплексном это наименее ригидный компонент сколиотической деформации и он поддается коррекции в короткие сроки. И еще на заключение. Мало говорили про гимнастику, поэтому скажу. Упражнения должны осуществлять трехплоскостную коррекцию деформации туловища и выполняться регулярно в течение всего лечения. Упражнения должны подбираться индивидуально в зависимости от типа деформации и фазы лечения. То есть мы можем менять акценты этой гимнастики. Необходимо обучать пациентам принципам поддержания коррекции повседневной деятельности. Они могут сами поддерживать свое тело. И самые ответственные делают это. И таких детей у меня много. Мы их ведем без корсета. И пока удается удержать без корсетирования. При подготовке к корсету упражнения, увеличивающие мобильность позвоночника, способствуют более легкому привыканию к корсету. Поэтому прежде чем назначить корсет, необходима специальная гимнастика, которая доказана ее эффективность. И дыхательные упражнения необходимы в целях улучшения вентиляции специфических отделов легких, чтобы улучшить дыхательную функцию, особенно в корсетное время лечения. Также необходимы упражнения стабилизирующую осанку, особенно в период отмены корсета. Вот здесь опять важную роль являются те постуральные положения, которые мы учим детей принимать. И упражнения должны проводиться индивидуально, специально обученными специалистами. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ